Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы много говорили о Регине Тодоренко, которая допустила высказывание о том, что... А что ты сделала, чтобы тебя не били? Много об этом говорили, много говорили о жертвах насилия и так далее. Я думаю, что пришла поговорить и о тех, кто это делает. О Марате Башарове. Я думаю, что этот персонаж давно уж заслуживает отдельного видео. Что-то я не видел особо сильно, чтобы снимали о нем. Но мне кажется, что тут есть о чем сказать. Я напомню, что когда уже был инцидент, когда он поднял руку на свою супругу... Я скажу, что домашнее насилие недопустимо и к определенным возрастам все люди понимают, что насилие это слабость. Насилие это днище. Значит, Башаров, когда была программа какая-то... Еще по-первых, по-моему, был Малахов, там в субботний вечер, по-моему, была Тарасова Татьяна Анатольевна. И Башаров там рассказывал про какие-то танцы на льду и так далее. И Тарасова встала и сказала... Ну, она, по-моему, не вставала, она сказала, что тебе, Маратушка, вообще не здесь сидеть, да? Вот. А попрощение просить по-хорошему. Он попытался что-то сказать. Было видно, что он очень смущен был, потому что Татьяна Анатольевна пользуется Тарасова все-таки таким авторитетом, понимаете? И он очень смутился, попытался что-то сказать. Она сказала, или я сейчас встану и уйду, или ты уйдешь. Вот. Давайте, может быть, все-таки вспомним этот небольшой фрагмент. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь. Так хочу сказать. Тебе слово, Марат, сейчас никто не давал. Честно. Потому что или ты извинишься на всю страну и сделаешь это тактично по отношению к женщине, к любой, которая может избить пьяный человек в присутствии своей дочери. Или я отсюда говорю. Потому что тебе вообще, Марат, тебе не за столами сидеть, кубки показывать. Тебе вообще в другом месте. Совершенно в другом. И так далее. И Тарасова разнесла его просто в эфире федерального телеканала на программе «Пусть говорят». Она сказала, ты напиваешься и бьешь женщин. Татьяна Тарасова резко осудила Марата Башарова, скверно прославившись тем, что он бил своих жен. В эфире телепрограммы «Пусть говорят» знаменитый тренер по фигурному катанию констатировал, что у Башарова нарастающая агрессия и его пора остановить. Начав всерьез наказывать за недопустимое поведение. Тарасова сослалась на слова своего отца, который утверждал, что если человек пьет, то пить он уже не перестанет. Она считает, что Башаров уверовал в свою безнаказанность и даже не собирается ничего менять в своей жизни. Марат, она говорит, как праздник, так ты напиваешься и бьешь все время этих несчастных женщин. Цитирует слова Тарасова телепрограмма «Точка про». Значит, что я хочу сказать. Безусловно, безусловно. Человек, который приходит на программу в эфире НТВ и рассказывает о том, что он бил своих жен, говорит об этом прямо, открыто, будто бы чуть ли не бахвальствуя с этим. Чуть ли, знаете, не то, что он, как он говорил, я рассчитывал, что я расскажу всю правду, меня простят и так далее. Он как будто знает, что можно делать все, что хочешь. Можно признаться, можно отказаться, можно все, что угодно творить. Понимаете, в чем дело? Это же абсолютно вещи. Его жена рассказывала, я читала на днях интервью ее, что он там один день пришел выпивший, так сказать, двинул ей. Второй день пришел там выпивший, еще двинул там еще пару раз. Понимаете, ну это же просто какие-то... Он сам об этом рассказывает? Мы говорим о Тадаренко. Давайте поговорим о Бошаре. Это же абсолютно недопустимые вещи. Абсолютнейшим образом. И миллионы женщин, которые подвергаются домашнему бытовому насилию, это огромная проблема. Вы знаете, я хочу сказать, опять-таки возвращаясь к Тадаренко и Маргарите Грачевой, которая муж отрубил кисти рук, я считаю, что женщина года это как раз Грачева, но не Тадаренко. Как раз ей нужно было вручать эту премию для того, чтобы если они хотели обратить внимание на проблему домашнего насилия, и нужно было наградить Грачеву, эту бесконечно фантастическую девушку, которая нашла в себе силы не только пережить эти все ужасные, просто ужасное насилие, но это тоже не просто ужасно, слов нет, кисти рук отрубить. Левую пришили на правый протез, который работает импульсами с головного мозга, управляет пальцами. Она написала книгу «Счастлива без рук». А сколько миллионов мужчин приходят домой или сотен тысяч мужчин в подшафе после работы и начинают, так сказать, больные на голову, я уж извиняюсь за выражение, подозревать своих жен. Вот Маргарита Грачева рассказывала, что муж ее подозревал, если она одевала белье одного цвета. У меня вопрос. А если женщина одела белье разного цвета, не с один, а вверх другого цвета, это что значит? Что она не может теоретически кого-то найти себе на стороне? Это в чем здесь логика, понимаете? В действиях этих людей логика отсутствует. Поэтому, как мне кажется, я еще раз говорю, там подростки, там в незрелом возрасте, люди могут понимать, что там насилие чего-то решает, но какому-то возрасту, я имею в виду в принципе в обществе, да, там, женщина с женщиной, мужчина с мужчиной, мужчина с женщиной и так далее, что является недопустимым. Но в том возрасте у людей мозги не до конца еще созрели и работают нормально. Но, вы понимаете, к определенному возрасту все-таки происходит взросление, я имею в виду Башарова, ему же лет сколько уже, ему же там не 18 лет, понимаете, в чем дело, чтобы допускать такие ошибки. Есть хорошее выражение, что допустимо в 20, недопустимо в 30, что допустимо в 30, недопустимо в 40 и так далее. Поэтому к определенному возрасту все люди понимают, что насилие это слабость, это не решение вопроса, это демонстрация своей слабости. Я считаю, что это абсолютно недопустимое поведение, и в этом смысле я поддерживаю Татьяну Анатольевну Тарасову, как поддерживаю и в споре с Родниной, потому что Роднина, будучи под руководством Тарасовой, выиграла в том числе награды, и она должна, в общем-то, быть благодарна этому тренеру. Благодарной нужно быть. Почему все-таки у нас все садятся в Думу и теряют просто-напросто всяческое чувство благодарности по отношению к людям? Я не знаю, для меня это загадка. Пишите, ребята, ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok